Время говорить Время говорить Время говорить Сегодняшний день не готовы было к новшеству такому. Мы для себя приняли решение, что мы в любом случае будем детально прорабатывать этот вопрос, в том числе и с обществом. Мы будем посмотрим положительные примеры, которые на сегодняшний день есть уже и в других субъектах Российской Федерации. Олег Булеков добавил, что рост тарифов возможен только в рамках утвержденных Федеральной комиссии нормативов. Далее последовал вопрос о повышении вмененного налога для ряда предпринимателей. Олег Булеков на это ответил, что принято решение в нынешнем году не менять ставку этого налога. Мы для себя приняли решение, что скорее всего мы выйдем в администрацию города, выйдем в Рязанскую городскую думу с предложением о том, чтобы отсрочить введение данного налога с 1 января 2016 года, учитывая экономическую ситуацию. В приоритете у работников городской администрации, по словам Олега Булекова, безусловно, остается благоустройство. Рязанский мэр пообещал закупать малогабаритную технику для уборки дорог и тротуаров. Но также большую ответственность за чистые улицы будут нести и воссозданные префектуры. Работникам этих структур уже переданы соответствующие полномочия. Коснулся Олег Булеков выполнения пунктов энергосервисного контракта по замене фонарей уличного освещения. По словам главы городской администрации, вскоре будут произведены замеры уровня освещенности новых ламп. И если он окажется недостаточным, то подрядчик обяжет устранить все неисправности. В завершение общения с журналистами Олег Булеков пообещал продолжать программу по благоустройству парков и скверов, как только наступят теплые весенние дни. Поскольку рязанский мэр еще в понедельник озвучил предложение не повышать единый налог на вмененный доход, то и пленарное заседание депутатов городской думы особенно острым не получилось. Главным вопросом стало назначение публичных слушаний по территории, прилегающей к парку морской славы. На очередном заседании Рязанской городской думы депутаты рассмотрели более двух с половиной десятков вопросов. В том числе назначение публичных слушаний по вопросу перевода участка земли рядом с парком морской славы. Сейчас эта территория предназначается под жилую застройку, а фактически она прилегает к многоэтажным домам. Напомним, что по результатам проведенных публичных слушаний в парке морской славы появится православный храм в честь равнопостольного святого Владимира и адмирала Федора Ушакова. Под эти нужды выделен небольшой участок. По мнению инициаторов строительства, церковь должна стать памятником российским морякам, а появление храма будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию жителей микрорайона. На публичных слушаниях представители городской администрации сообщали, что к парку морской славы прибавится довольно значительный кусок земли, а общая территория этого сквера будет благоустроена. На ней появятся детская и спортплощадки, а также скамейки, урны и освещение. И вот теперь депутаты Рязанской городской думы проголосовали за то, чтобы парк морской славы увеличился на почти полгектара. В пятницу продолжилась судебная история в отношении обанкротившейся еще в 2008 году фирмы ДВК. После двухмесячного перерыва в здание суда, только теперь уже областного, собрались сотни пострадавших вкладчиков. Сегодня в Рязанском областном суде проходит рассмотрение апелляционных жалоб по делу ДВК. Накануне, в декабре прошлого года, дело было закрыто в связи с сечением срока давности. Директор ДВК обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Рассмотрение уголовного дела в отношении директора ДВК Андрея Бабаева теперь проходит в Рязанском областном суде. Напомним, что в декабре прошлого года советский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении Андрея Бабаева. Дело было закрыто в связи с сечением срока давности. Постановление в итоге было обжаловано, и в Рязанский областной суд поступило 47 апелляционных жалоб. На заседание по рассмотрению апелляции явилось более 300 человек. Кстати, только на рассылку уведомления о сегодняшнем заседании было потрачено 100 тысяч рублей. Зал суда не смог вместить всех желающих, и некоторые участники разбирательства наблюдали за ходом процесса из холла здания суда. Здесь я пришел в связи с тем, чтобы дополнить апелляционную жалобу. Я ее составлял, но мы ее подали в течение 10 дней, 10 декабря. 11 вышло постановление Конституционного суда, которое признало несоответствующей Конституции, статью 159.4, в части того, что при особо крупном ущербе это преступление средней тяжести. Суд признал, что оно тяжкое преступление, а значит срок давности привлечения к уголовной ответственности 10 лет. Нас никто не хочет слушать. И вот куда нам с этим будем деваться, я не знаю. Все бумаги принесли, спросить судьи, уходили. Что нам скажут? Выбросить, если мы выбросим. Если нам что-то там поставили, вроде нас на третью очередь, несколько человек в этом определении. Ну, конкретно мы ничего не знаем. ООО «ДВК» было основано в 1999 году. Начинало все с продажи компьютеров в небольшом магазинчике. Через несколько лет компания включала в себя уже 31 магазин в Рязанской, Тульской, Владимирской и Ивановской областях. Число сотрудников превышало 700 человек. По информации учредителей, на 2007 год у ДВК было свыше 500 миллионов рублей годового оборота. Компания входила в сотню крупнейших компьютерных предприятий страны. В 2004 году ДВК начинает выпускать векселя и выдавать их населению под 13-14% годовых. К ноябрю 2008 года ставки доходят до 22%. Число вкладчиков – более 3000 человек. 5 ноября главной офис компании закрывается на замок, а учредители объявляют о добровольной ликвидации. Спустя три года долг перед векселедержателями составляет около 600 миллионов рублей. Это 80% от всех вкладов на момент закрытия. По итогам нынешнего заседания Рязанский областной суд вынес решение. Рязанский областной суд отменил постановление Советского районного суда города Рязани о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Бабаева, директора компании ДВК, обвинявшегося в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Уголовное дело передано в Советский районный суд города Рязани для нового рассмотрения. Еще одна застарелая тема – это застройка исторического центра Рязани. Буквально с каждым годом архитектурный облик старинных фасадов преображается, причем вплоть до полной его неузнаваемости. Некоторые граждане, конечно, считают такую активную перестройку положительной тенденцией, другие же пытаются отстоять и сохранить прежний вид домов. В общем, как бы то ни было, но архитектурный облик исторического центра заметно изменился. Исторический центр нашего города за последние десятилетия изменился до неузнаваемости. Рязные деревянные домики исчезли с узких улочек, а громоздкие, нелепые бетонные многоэтажки выросли, казалось бы, в самых неожиданных местах. Это, в частности, касается Советского района, ведь именно с него когда-то начиналась наша Рязань, такая, какой мы ее видим сегодня. Только вот интересных зданий, на которых хотелось бы взгляд остановить с каждым годом, становится все меньше. Стерта индивидуальность. Это как фильм «Иронии судьбы», да, как шли там эти дома, нам маршировали по планете. Так и здесь. Ну, надо же учитывать наши узкие улицы и эти огромные дома. Вот этот вот дом-монстр, я зову его, это дом подгорной свободы. Стал этот огромный дом девятиэтажный, который все задавил, всю инфраструктуру, который, ну, не инфраструктуру, а микроклимат, который был вокруг него. Или огромное здание школы милиции на площади Ленина. Зять Брежневу тогда сказал быть тут зданию. Разрушен. Весь вот эта вот вся историческая картина площади Ленина. Ее теперь уже не восстановить никогда. И ведь некоторые, по всей видимости, наиболее интересные с точки зрения ведения бизнеса домики, приводятся в нормальный вид. Их фасады на фоне железобетонных конструкций смотрятся наиболее выигрышно. Такую картину мы можем наблюдать, к примеру, на улицах Щедрина и Скморошинской. И это не может не радовать. Нужно сказать просто благодарность этим людям, которые так отреставрировали дом. Это вот просто питерский какой-то стиль. Это выдержано там гамма цветов, все, что там внутри, я не знаю. Но отреставрировано удивительно. И напротив тоже дом, который сейчас ушел в епархию в нашу, это был тоже дом одного из сыновей Петра Ананина. И в советские годы, в 40-е, 50-е, начало 60-х, там была аптека пятая. Вот, конечно, дом был жилой, убогий такой, коммунальный дом. Сейчас там тоже реставрация сделана, прекрасный внешний вид, замечательный. И, я хочу еще сказать, неплохо сделана реставрация дома Ажнина. Это по «Свободе-71». Это был удивительно резной дом. Такой же дом, но он сейчас, конечно, такой несчастненький. Это дом улицы Никольской Павлова, дом 15, дом купцов Юкиных, он стоит. Но он такой, конечно, уже несчастненький. Но ведь вместо того, чтобы сжигать и сносить старинные постройки, каждая из которых, на секундочку, имеет интереснейшую историю, и ставить на их места магазинчики с пивом, можно придумать им более интересное применение. Ведь наше городское руководство так трепетно относится к вопросу привлечения туристов. И все равно на каждый интерес есть свой противовес. И становится от этого как-то грустно. Сохранением памятников прошлого занимаются не только краеведы и историки, но и археологи. На этой неделе работники отдела археологии Рязанского музея в Кремле отмечали первый юбилей – 10 лет со дня образования этого подразделения, который наряду с другими также занимается сохранением исторической памяти о культуре, обычаях и традициях Рязанского края. Общалась с рязанскими археологами Ирина Ковалева. Рязанский историк-архитектурный музей-заповедник – один из крупнейших музейных комплексов нашего города. Интереснейшие постоянные экспозиции и богатая выставочная деятельность дополняются активной научной работой, которую ведут сотрудники музея. Одним из важнейших направлений этой работы является археологическое изучение Рязанского края. Ее истоки были заложены Рязанской ученой архивной комиссией. Она же положила начало формированию археологической коллекции музея. Работы по изучению прошлого нашей земли продолжались на протяжении всей истории музея. Но вот отдел археологии, которому в этом году исполняется 10 лет, был образован лишь в 2005 году. Именно тогда возникла необходимость в создании организационного центра, который бы вел работу с коллекциями фондов музея и руководил бы археологическими исследованиями на трех памятниках – поле Вожской битвы, городище Старая Рязань и Переиславле Рязанском. Те исследования, которые были проведены, особенно в последние годы, 2004 года, когда ведутся комплексные изучения всех материалов, они дали очень много нового по истории нашего города, начиная, по крайней мере, с XII века. За время работ было сделано множество интереснейших открытий, найдено огромное количество артефактов. Сотрудники отдела пытаются буквально по крупицам восстановить всю историю развития региона, собирая мельчайшие детали, вплоть до фрагментов керамики. Каждый сезон радует археологов новыми находками, в числе которых за эти 10 лет бывали и клады. Кстати, последний был найден в 2013 году. Он принципиально отличается от всего того, что было найдено раньше. Клад прятал не владелец вещей, не владелец, не семья, которая этим владела, которая это носила, а клад прятал ювелир, тот мастер, который изготавливал эти вещи, подчинял эти вещи. Впереди новый сезон, а значит и новые находки, которые, возможно, прольют свет не на одну тайну прошлого. Надеемся, что юбилейный год у сотрудников отдела археологии будет успешным, и в скором времени мы узнаем о новых значимых открытиях. Продолжаем программу. На неделе рязанские спасатели отрабатывали действия на случай возникновения техногенной аварии на стратегически важных энергетических узлах. 18 февраля на Новорязанской ТЭЦ прошли учения МЧС. В ходе тренировки были отработаны действия экстренных служб при возникновении аварии на объекте топливно-энергетического комплекса. По замыслу учений, за нарушение технологического процесса при эксплуатации турбогенератора произошел взрыв, после чего возник пожар. В считанные минуты к месту условного происшествия прибыли пожарные и спасательные подразделения. Служба медицины катастроф, полиция, оперативная группа Главного управления МЧС России Паризанской области. Был развернут штаб пожаротушения. Огнеборцы организовали тушение условного возгорания, после чего спасатели эвакуировали пострадавших и доставили их в машину скорой помощи. Как отметил руководитель тренировки, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГОМЧС России Паризанской области, подполковник внутренней службы Сергей Андреев, все задействованные службы с поставленными задачами справились. Сотрудники предприятия и экстренные службы действовали оперативно и слаженно. А 19 февраля состоялись совместные учения кинологической группы аварийно-спасательной службы Рязанской области и кинологического подразделения полиции по поиску потерявшихся людей. По замыслу тренировки, несколько человек отдыхали в лесу. Из-за ураганного ветра были повалены деревья, началась паника и несколько людей были травмированы. В роли пострадавших выступили волонтеры, которых для того, чтобы максимально приблизить учения к реальным условиям, заранее разместили в лесу на нескольких точках. Их местонахождение спасателям было неизвестно. Для проведения поисковых работ на место выехала кинологическая группа с тремя служебными собаками. Двое людей были обнаружены достаточно быстро. Третьему пострадавшему, на ногу которому по замыслу тренировки упало дерево, была оказана первая помощь. После этого была организована его транспортировка в машину спасателей. Задача осложнилась тем, что у поисковой группы отсутствовала точная информация о количестве потерявшихся людей. Для получения данных сведений было организовано взаимодействие с сотрудниками полиции и уже найденными пострадавшими. Всего было спасено четверо человек. Как отметил начальник кинологической группы Роман Хаткевич, в учениях были задействованы молодые сотрудники, которые работают в течение полутора лет. Для них это возможность проверить себя, оценить свои силы и работу подопечных. Что касается собак, четвероногие спасатели в целом справились. По итогам учений будет проведен разбор, проанализируются действия кинологов и будет проведена работа над выявленными недочетами. Ну а рязанские дорожные полицейские накануне устроили для школьников экскурсию по своей базе в Соколовке, где они познакомили ребят с основами патрульной службы, а также продемонстрировали им свое снаряжение, технику, необходимую при работе с нарушителями. Стало доброй традицией ежегодно приглашать школьников в наше подразделение в целью ознакомления их с техническим оснащением, специальными средствами, стоящими на вооружении, а также с распорядком дня, с общественной жизнью. То есть ребятам очень проявляет большой интерес. В четверг состоялся детский конкурс «Теркинские чтения». Главной темой этого творческого фестиваля, тем более накануне 70-летия Победы, безусловно, стали стихотворения на военно-патриотическую тематику. Фотография вложена в старую книжку И забыта среди пожелтевших страниц Невысокий, в шинели, какой-то парнишка Глядит, улыбаясь, из-под длинных ресниц. Тематика конкурса «Чтецов. Победа в Великой Отечественной войне». Дети от 8 до 14 лет читали стихотворения или отрывки из поэмы, посвященных подвигу советского народа. Рязанцы услышали произведения Александра Твардовского, Эдуарда Осадова, Булата Акуджавы, Роберта Рождественского и других поэтов. По заявкам было более 40 участников, но так как ГРИП сейчас у нас 38 на последние минуты, я знала, будет участников, то есть очень большое желание выразили нашей организации. Очень приятно. Мы понимаем, что тема очень важная и для старшего поколения, и для младшего. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной и Афганской войны. Планируется, что фестиваль «Теркинские чтения» станет в Рязанской области традиционным, расширит аудиторию и соберет как можно больше неравнодушных к поэзии людей. А накануне студенты Рязанского мед. университета встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Участники боевых действий пообщались с ребятами, рассказали им фронтовые истории и призвали молодежь быть такой же патриотичной. В среду, накануне Дня защитника Отечества в актовом зале медико-профилактического факультета Рязанского медицинского университета, собрались студенты, преподаватели и ветераны Великой Отечественной войны. Нынешний год юбилейный, ведь вся страна 9 мая будет отмечать 70-летие Победы. Студенты-медики вместе с другими сверстниками присоединились к общероссийской акции «100 дней до Победы», в рамках которой они навещают ветеранов, общаются с ними, записывают их рассказы, а в некоторых районах области даже помогают по хозяйству. С приветственным словом к студентам обратился председатель областного совета ветеранов Николай Ткач. Он напомнил, что рязанцы всегда вставали на защиту рубежей Родины. На фронт Великой Отечественной ушли более 300 тысяч наших земляков, из которых домой вернулись менее половины. Прославили нашу страну 300 героев рязанцы. Свыше 60 из них стали полными кавалерами Ордена Славы. А вот мы сейчас общаемся с ветеранами и едем по городу Рязани. Вы посмотрите и вдумайтесь, чьими именами названы наши улицы. Политаев, Фирсов, Типанов, Молодцов, Зубкова, Маргелов. Мы с вами ходим по святой земле. Если русская православная церковь называет, вернее, причисляет своих героев к любу святых, то народ наш называет их героями и увековечивает память светлую о них. На встрече в Рязанском медуниверситете присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Моряки, танкисты, артиллеристы. Студенты встречали участников боевых действий стоя. Праздник завершился концертом ансамбля Рязанского десантного училища «Крылатая пехота». А накануне Рязанская областная газета провела круглый стол, который в некоторой мере также был посвящен юбилею Победы. В этом мероприятии приняли участие не только ветераны войны, но и общественные деятели. Ведь разговор шел о вещах не совсем приятных, а именно о противодействии недобросовестным бизнесменам, которые пытаются любыми способами нажиться на исторической памяти народа. 19 февраля в Рязанской областной детской библиотеке прошел круглый стол, посвященный подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главными инициаторами проведения мероприятия выступили жители нашего города. Но организовали круглый стол, областная Рязанская газета, региональный совет ветеранов и ряд общественных организаций. Мы хотим сегодня откровенно поговорить о тех проблемах, которые есть в обществе, которые связаны с празднованием этой знаменательной для всего нашего народа даты 70-летия Великой Победы. Мы не хотим, чтобы это было разовое какое-то мероприятие. По итогам этого мероприятия будет создана рабочая группа, которая затем и будет следить за реализацией того, что сегодня будет предложено. На повестке дня очень важный вопрос. Дело в том, что в преддверии Великого праздника традиционно проводятся Государственные лотереи Победа. Как оказалось, остались еще в нашей стране, и в частности в Рязанских краях, товарищи, которым хватает совести незаконным образом подзаработать на святом. И ветераны, и дети войны, и люди пожилые, и социально незащищенные попадают, в общем-то, становятся как бы объектом для всякого рода мошенников, всякого рода жуликов, которые пытаются воспользоваться и ввести их во всевозможные неприятные ситуации. Дело в том, что этот святой для нашего народа символ стал, в общем-то, символизировать совсем не то, что нужно. Это никакая не лотерея, это игровые залы, где, в общем-то, люди, и молодежь, и пожилые люди туда заходят и оставляют там порой свои последние деньги, потому что там стоят самые, что ни на есть, настоящие игровые автоматы. Владеют всем этим по нашему журналистскому расследованию Илья и Никита Ракунова через свои аффилированные структуры. Мы проводили пикеты, и совместно с УМВД два зала по Новоселов 19 и по Станкозаводской 27 были закрыты. В настоящее время идет судебный процесс. Вопрос, касающийся аферистов, зарабатывающих на государственной лотерее, беспокоит всех, без исключения участников круглого стола. Лотерей Победа проводится спецстроем Министерства обороны на законных основаниях. Но к этой Лотерее Победы примазались местные жулики. Вот в частности у нас в Рязани с виду стоят лотерейные автоматы Лотерей Победы. Но на самом деле начинка их от игровой деятельности, причем секунды занимает смена этого блока электронного. Можно вытащить, ставить другой, а на некоторых моделях дистанционно меняются, отключается лотерейная плата электронная, включается игровая плата. Поэтому разоблачить их очень сложно. И святое имя Победы, которое они используют, это кощунственно. Вот ветеран идет, когда играть, он думает, пойду сыграю в лотерею. Повезет, хорошо, не повезет, пойдет на нужды нашей обороны. А на самом деле в карманы жуликов. Мы уже обращались с этой проблемой и к президенту, и к премьер-министру. Большую работу проводит наш начальник ОМВД Пелюгин по борьбе с незаконной игровой деятельностью. Но сама общественность должна еще помогать. Областная Рязанская газета продолжит курировать эту тему совместно с представителями силовых структур до тех пор, пока проблема не перестанет существовать как таковая. На этом наша итоговая новостная программа подошла к концу. Впрочем, завершается и масленичная неделя. В субботу и воскресенье пройдут масштабные гуляния. А вот уже в понедельник начнется Великий пост. Мы желаем вам приятных выходных. И ждем вас в эфире программы «Время говорить» во вторник. До свидания.